В 6 утра я еду, куда я еду? Я еду на Гаре де Леон. Гаре де Леон, куда это нам? Это не считали, на 13-ю ветку. Напомню, что я был в Париже, а теперь вы смотрите дорогу из Парижа назад в Вену. Предыдущую посмотрите тоже. Обидно другое, обидно, что я уже записал это видео. И это видео, не знаю, камера глюканула, и оно не сохранилось. Я писал еще сверху от отеля, пока шел до метро. Там было грязно, там были бомжи, там был такой страшненький Париж. Я пытаюсь сейчас найти то место в этих подвальных помещениях, куда мне надо попасть. Я думаю, что мы еще увидим бомжей перед вокзалом. Они прям спали на... Вот, Сент-Лазар, это мне сюда. Они спали прямо на... Возле входа в магазины. В отеле, правда, нет, но магазины, да. А здесь, на Сент-Лазар, на 13-й линии, можно увидеть весьма и весьма, обратите внимание, оригинальный, оригинальный вариант. Наверное, часто выпрыгивают. 13-я несчастливая линия, поэтому часто выпрыгивают люди, решили, что оборудовать все это дело намного выгоднее и спокойнее вот такими вот ограждениями. Да, станции метро. Кто не смотрел предыдущие видео из Парижа, посмотрите. Все будет интересно. Интересно, я там лажу уже по метро. Внизу в описании к видео всплывающих аннотациях все это есть. Метро заклеено рекламой, красивой и не очень, особенно непонятной рекламой. Вот мой поезд подходит. И напомню еще раз, что я сейчас еду из Парижа в Вену, только другим путем. Если сюда я приехал через Вену, Мюнхен и Париж, кусок Мюнхен-Париж на ТГВ, то теперь я еду по-другому. Вена, ой, Париж-Цюрих, да, это Швейцария. И Цюрих, соответственно, как его там, Вена. То есть Париж-Цюрих, мы едем на ТГВ. Цюрих, у меня там 3 часа остановки, посмотрю еще Цюрих, поснимаю отдельное видео в Цюрихе. И, соответственно, там у меня 3 часа, и после этого я еду на Рейл-Джете до Вены. Ну, Рейл-Джет вы тоже уже видели или не видели еще, но я еще опубликую видео, это прошу. Дорогу в Штуткорде, так далее, отличный поезд. Так он идет по, как это по-русски называется, местам, по горам в Швейцарии, и там не разгоняется. И только уже в Австрии последний кусок, там 3-4 часа он будет лететь на полной скорости. Ну и утреннее метро в Париже. Вот такое, жаль, что вы не увидели дорогу до метро из отеля, там было интересно. Смотрите дальше. Вы не поверите, я уже на Сейнт-Лазаре, и вот можно сейчас увидеть, в поезде еду до Гары-де-Леон. И, насколько я понимаю, поезд автоматически. Мало того, что он такая вот длинная хрень, которая не имеет вагона, вернее, они-то есть, но просто они не разделены, вы можете просто двигаться туда-сюда. Вот сейчас еще раз возьму панораму. Вон, аж туда вдаль, 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 вдаль уходят эти вагоны. Так мало того, у него вот еще есть передняя кабинка, на которой вы можете запросто встать и полюбоваться зрелищем движения данного поезда вперед. Ну, тут же нет никаких панелей управления, написано что-то место для водителя и так далее. Так что да, значит, поезд автомат. Никого не ждет. Он тоже поехал такой же. Никого не любит, так сказать. Меня можете любить, у меня вот фоточка. Всем привет. Все. Поезд управляется. Поезд отправляется автоматически. Сейчас мы полюбуемся. Интересно, фары у него горят? И для кого горят фары? Или так, чтобы его просто было в темноте видно? Это для тех, кто не в этом самом, не в курсе. Так, а здесь надо следить, потому что, потому что, вот. Ну и подземелье, подземелье, подземелье Парижа. Да, у нас есть пирамиды, пирамиды, это то, что под Лувром, конечно, там тоже будет остановка. Ну, в любом случае, что снимать темные подвалы, это, да, подвалы метро. Я уже с вокзала поснимаю. И, кстати, видите, обратите внимание, мы чуть-чуть проехали, буквально, как я уже говорил, 30 секунд. В предыдущем видео про ночной Париж, я там много хожу по метро. Буквально 30 секунд, 500 в среднем метров расстояние между станциями в Париже. Поэтому вот тык-тык-тык, он даже разгоняться не успевает, остановился, остановился. Кстати, я еще забыл, здесь еще один прикол этой линии. Эта линия не на рельсах, а на колесах. То есть у него внизу колеса, они, в основном, висут основную нагрузку. Рельсы есть, но рельсы используются исключительно для направления движения и поворота. Все остальное нагрузка на колесах. Ну и смотрите дальше. А, кстати, я тоже не заметил, и тоже вот эти вот боковые такие крени, которые защищают перрон от выпадающих несчастных пассажиров. Тяжело живется во Франции, раз они вынуждены вот так вот ставить защиту, чтобы люди не падали на рельсы сами, самоубийцы. И снова всем привет. Я уже на площади перед тем, что называется Лионский вокзал. Гары де Лион, вот вы видите, 6.35. Я вышел в 6. Ну, пока еще тут побродил в поисках удобного места для фото, видео, да, перед вокзалом для того, чтобы его снять. Оказывается, что у него есть таки площадь перед ним, в отличие от других вокзалов. Я имею в виду Гары де Нор, который просто стоит в окружении домов. Кстати, этот стоит в окружении малых архитектурных форм, мафов, которые борются киевские власти, но французские и парижские не борются. Вот, пожалуйста, стоит себе маф посреди площади. Как будто так и надо. Непонятно зачем, но стоит. Вот, ну, а мы пойдем на вокзал. История, ну, какая-то история у него, наверное, есть. Выглядит он, конечно, впечатляюще, монументальненько. Ну, понятно, что дорогая и богатая публика раньше ездила по железным дорогам, поэтому они должны были чувствовать себя, так сказать, как дома, с голыми девками и прочими-прочими прелестями жизни. Так что и вокзал строили примерно таким же образом. А сейчас непонятные люди оккупировали... Привет! Камана, вау... Вот, вы слышали, да? Вот эти вот непонятные люди. Так, где поезд? Непонятно. А, ТГВ, ТГВ, ТГВ... А, это прибытие, отбытие, отбытие. Мой поезд уже объявили в холл первом. Надо посмотреть, где этот холл один. А то тут, видите, все оказывается очень сложно. Мы вот на холл один и находимся, и это хорошо. Вот так вот это все выглядит. Я так понимаю, что там еще несколько таких же залов, пристроек, для того, чтобы вы могли комфортненько сесть на поезд. А представляете, каково здесь было, когда ходили паровозы, когда под этими крышами клубились пары, клубы дыма и пара, да? Соответственно, вот такой вот вокзальчик. Ну и где-то здесь, где-то здесь стоит, или еще не стоит, ТГВшка, холл один, депача. Так, ага. Не написано, не написано, где он стоит. Ну, так всегда, вот. ТГВ Лира, он чем-то отличается, этот ТГВ Лира, от обычных поездов, которые я ехал непонятно чем, но я так подозреваю, что... Нет, это не ТГВ или ТГВ. Я так подозреваю, что это примерно то, на чем я поеду. Причем у меня почему-то 16-й... Нет, тут должна быть написано Лира. А, это Париж-Леон просто. У меня 16-й вагон, что весьма и весьма странно, потому что, в общем, у поезда всего 8 вагонов. И, судя по всему, там стоят люди, которые проверяют билеты, поэтому неплохо было бы подготовиться и взять билет. Ну, а я пойду найду себе какой-нибудь Старбакс и выпью какого-нибудь кофе с утра. Это, говорят, полезно, тем более еще есть время на подождать. Ну, а вокзал, я думаю, вы оценили. Поезд ТГВ вы тоже оценили. А в Берлине таких людей нет, которые проверяют билеты. Наверное, чтобы не скидывать потом пассажиров на ходу с поезда 320 км в час, а немцы уже знают и не садятся. Ладненько. Смотрите дальше уже из поезда. Увидимся. Ну что, вот он мой Цюрих. И, соответственно, двигаемся, двигаемся. Я вот думал, откуда у нас 16 вагонов. Оказывается, это что-таки, да, 16 вагонов. Трафик настолько большой, что если считать, что в каждом вагоне по 120 мест, а там 120 мест, да, где-то, или даже 130 мест, то получается этот поезд с 1000 человек. То есть 2000 человек сразу-сразу перевозятся одним поездом, что является весьма-весьма показательным направлением. Ну, с другой стороны, если бы у меня была перспектива ездить 4 часа в любую точку Франции на таком скоростном поезде, удобном и комфортном, или, соответственно... А у меня, кстати, короткие, обратите внимание, наверное, отцепили. Или лететь самолетом за те же 4 часа, не 4, а 2 часа там, или час, а потом еще в аэропорт, с аэропорта и так далее, то я, конечно, бы предпочел, предпочел бы себе такой поезд. У меня поезд называется ТГВ Лира. Я не знаю, чем он внешне отличается от всего этого дела. Тут народ фоткается. Дадим шанс людям сфоткаться с ТГВ. Странно, да, какая-то нумерация. Китайцы, японцы тоже. Кто не видел Гары де Лион, который пропустил, вот он здесь. А вот это вообще непонятный какой-то поезд. Ну, это понятный поезд, это какая-то совсем-совсем региональная электричка, как она оказалась между элитными поездами французского поездостроения, непонятно, но как-то оказалось. У меня 16-й вагон, 101-е место. Это значит, что у меня место на втором этаже. Я уже снимал видео. И еще раз хочу напомнить, что тут прикол состоит в том, что первый этаж, если будете ехать, он изолированный. Да, он такой вот, видите, пока людей нет, снимем. Все, бац и тупик. Второй этаж как раз является проходным, где вы можете ходить, где у вас есть бар-ресторан. Бар-ресторан в средине. Я надеюсь, что он рядышком с моим, с моим именно поездом, не, не с моим вагоном. Похоже, что он чуть-чуть дальше, на один. Ну, в прошлый раз я ехал очень комфортно, а в этот раз буду ехать просто комфортно. Вот он, ТГВ Лира. И идем наверх, а не вниз. Так, 101-е место. Надо еще найти его, а потом устроиться себе с кофе. У меня еще в руках кофе, поэтому задача у меня на самом деле нетривиальная. Какие-то ребята индусы. 101-е место. 101-е место. 101-е место. 101-е место. 101-е место. 101-е место у меня у этого самого, у окна. И это супер. Поэтому я еду, а сейчас посмотрю. Еще раз. Не мы едем, это поезд уезжает. Проверяем. 101-е место. Да, 101-е место у окна. Все, я доволен. И можно ехать. Надо только кофе поставить. В общем, смотрите дальше из поезда. Люди тут расставляются. Я сейчас тоже доставлю вещи и поеду. Если вы спросите меня, почему нет видео с поезда, я вам отвечу. Видео с поезда может быть и есть. Мы даже немного ехали 300 км в час. А дальше мы заехали в Бургундию, где горы и все такое. И притормозили плюс. Обратите внимание, здесь вот абсолютно сплошное, сплошное молоко. Молоко из тумана, которое закрывает все окрестности. Только пару раз были разрывы. И то я посвятил это время другим вещам, а не снимал публичное видео. Ну, так исторически сложилось. В общем, вот. В общем, Бургундия. Небольшие холмы или горки. И, соответственно, внизу-внизу в долинах горных туман. Ну, а поезд, когда дети, это в любом случае ужасно. В самолете или в поезде орут просто нереально. Я уже начинаю подумывать свалить куда-то в другое место. Но во всех вагонах, в все места, где свободный народ там лег поспать. Нравится народу поспать. Ну, в общем, вот. Вот такая на Бургундию. Мы едем сейчас примерно 160 километров в час. Медленно. Медленно, потому что дорога петляет между холмами. Ну, кое-где в туннелях и так далее. Я так понимаю, что эта часть трассы не перестраивалась ТГВ для того, чтобы в днях французскими железными дорогами для того, чтобы обеспечить максимальную скорость ТГВ. Хотя мы подъезжаем к Дижону и я знаю места... Или уже проехали Дижон. Я видел в Дижоне вот эти стакады, по которым эти ТГВ проносились с бешеной скоростью. Может, по ним и дальше поедем. Ну, и, конечно же, смотрите дальше. И немного о скорости на ТГВ. Вот надо это сфоткать, потому что это уже 314 километров в час. Очень даже неплохо идем. А я вот сейчас вот так вот приближу, так, чтобы сам не отражался. О! 313 километров в час. Хорошие, хорошие циферки. Тут нам подсказывают, что мы прибудем в какой-то Белфорт, Маунт Лу, наверное, и так далее, через буквально 12 минут. Идем быстренько. Идем мы на тому, что называется... Как это называется? Бургундия, да? Проехали Дижон, бывшую столицу Бургундии. Не знаю, мое поколение, наверное, ассоциирует Бургундию с местом, которое называется «Тайны Бургундского двора». Вернее, с фильмом, который назывался «Тайны Бургундского двора». В детстве я очень любил смотреть. Вот так вот выглядит Бургундия с заросшими склонами, на которых, собственно говоря, выращивали виноград и потом давили бургундское. Еще, еще и еще во многих местах есть туман. Хотя, как вы видите, солнышко все равно вон там вдали туманная даль, так сказать, солнце не разгоняет этот туман. Я постараюсь еще поймать какой-нибудь интересненький кадр. Может быть, может быть, а может не быть, да, потому что, как вы видите, здесь вообще такие языки густого тумана выползают из пригорных или как это, предгорных лесов. Вот они, видите, там холмы, которые скрывают туман. Но, в общем и целом, внешний вид милые, такие вот городки, села, что оно там. Церковь есть, значит, большое село, так что нормально. И тут, опять же, о, вон там горы хорошо видны. Идво! О, смотрите, как классно! Какая долинка! И тут бар, ресторан, так что, может быть, даже стоит и пожрать, пока я еду. Ну и смотрите дальше, конечно же. Мы уже покидаем прекрасную Францию, как там, Белефранце, или как они говорят. Тут пригородный городок. Надеюсь, что мы будем ехать быстро, не затормозим на полчаса. Пригородный городок, который называется Сент-Луис. Я не успел включить камеру, честно скажу, над нами. Только что пролетел самолет, заходя на посадку, так знаете, под острым углом. Угул такой, я поднял глаза, и так, чуть ли не колесами, касаясь поезда ТЖВ, он заходил, заходил на посадку, вот тут, в аэропорт. А дальше, а дальше, и сейчас мы посмотрим на все это дело, что из себя представляет Сент-Луис. Но на самом-то деле останавливаться мы здесь не будем. Но следующая остановка, это то, что называется Базелем. Базельдам, приграничный швейцарский городок. Хотя это место тоже нельзя назвать французским, по большому счету. это же Эльзац, что-то нам говорят. Эльзац, который переходил то к Германии, то к Франции, то снова к Германии, то снова к Франции. В общем, народ делил, как мог. Граница, Граница. Я так понимаю, что вот этот елки-шпалки. фишка в том, что... Как это по-русски? Как и в Женеве, если вы знаете, в Женеве аэропорт находится на территории Женевы, в Швейцарии, а парковки на территории Франции. Здесь тоже похоже, что этот Сент-Луис, пригород Базеля находится на территории Франции, и аэропорт Базеля это Сент-Луис, судя по всему. И где-то, где-то, где-то мы вот-вот-вот уже сейчас должны проехать то место, которое называется швейцарской границей. У меня, кстати, чего-то навигация не показывает, где мы едем. Ну, вот-вот, уже с Швейцария. Это вообще какой-то итальянский флаг. О, с виском. это точно уже Швейцария. То есть, вот видите, вот эти несчастные домики. Ух ты, темно. Так, тут предлагают посмотреть за своими вещами перед тем, как поезд остановится, чтобы никто их не увел. Туннель, туннель, какой-то туннель. И я так понимаю, что... Да не, мы уже проехали, не поверите, мы уже давно проехали территорию, границу. Заметили границу? Я не заметил. Интересно, швейцарские пограничники придут проверять билеты, билеты паспорта или не придут? Вот они удивятся моему паспорту и виду на жительство в Словакии с чуваком, заезжающим со стороны Франции. Ну, хотя, с другой стороны, у меня отмазка есть, а дальше я еду на Вену поездом через Цюрих, мало ли, в банк зайти, там, денежек немного снять, миллион другой. Ну, как-то бедно живут швейцарцы, бедненько, как вы видите. Нет, нет, как это, богатства в стране, не блещет, нигде ни позолоченные крыши, ни вот эти финтифлюшки, машины, наверное, бедные. Сейчас мы подъедем, по-моему, хватит снимать, потому что, потому что, да, потому что все равно мы идем в туннели, как принято во всех нормальных европейских городах, запускать поезда, чтобы они не мешали людям. И, конечно же, смотрите дальше. Хотел снять виды, виды, виды Швейцарии с ее горами и тому подобное. И не поверите, в Базеле, за Базелем были красивые виды, горы, солнышко и тому подобное. Потом мы проехали перевал, ну, туннель, и выскочили вот в такую вот мглу. Вот реально мгла, которая последняя, там, я упорно ждал, когда же она закончится, но она не заканчивается, не заканчивается, не заканчивается. Такое ощущение, что мы не только переехали через перевал, но и чуть-чуть выше поднялись, и, соответственно, тучи, которые зацепляются за Альпы, за горы, мы по ним едем или в них едем, вот все это время, вот такая вот погода. А теперь возникает вопрос, а хочу ли я пойти посмотреть на Цюрих при таком вот тумане, и выглядит все очень сыро и неприятно. А с другой стороны, вообще непонятно, как эта страна здесь хорошо себя чувствует и живет, если у них тут вот все вот примерно таким вот образом выглядит. Причем, мы вот сколько едем, вот так вот, да, мы вот сколько едем, 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 постоянно какие-то деревушки, какие-то станции и тому подобное. Вот опять деревушка, там фольварки или как они называются, какие-то о, вода, смотрите, как красиво чистая. Причем, да, мы высоко, судя по всему, едем. какие-то заводики все время вдоль вележной дороги попадаются и тому подобное. Вот сейчас мы, так понимаю, выехали на какое-то красивое место, но вы все равно его не увидите, потому что туман, вот, пожалуйста, да, видите, там люди живут, опять же, село с другой стороны. Куча людей кстати село в Базилии, я так понимаю, что это пригородная электричка теперь стала доехать от того, что называется Базель до о, туннель еще один, может за ним будет солнышко, от Базеля до Цюриха это будет нормальным вариантом, а ну-ка, ждем-ся, нет, 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 ну-ка, 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 как тем, вот такому туннелю я в прошлый раз ехал и погода резко поменялась, может сейчас мы выйдем и будет солнышко, давайте посмотрим, ждите, ждите, я тут работаю потихонечку, надеюсь, что там не читается текст, я только поверну его так, слушайте, посмотрите, какой длинный туннель, не вижу скорость, меня там закрыли, но мы едем достаточно быстро для поезда и я уже, несмотря ни на что, уже наснимал на 30 минут, еще 8 часов езды и глядишь, и получится, что я на час запишу видео с кого? с Парижа до Вены, где, 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 непонятно, где? Ну выезжаю же, представляете, вот это такой туннель, да-да-да, 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 да-да-да-да, да-да-да-да, не, я специально уже не выключу камеру, вы не надейтесь, а, в общем, ТЖВ нормально проехался, единственное, когда он разгоняется до 320, а верхняя палуба начинает так слегка раскачиваться, причем раскачивается, не знаю, говорил я в предыдущих видео или нет, она даже раскачивается не как маятник, а вверх-вниз, вот все-таки чувствуются неровности дороги, там какие-то подъемы, спуски, и ты как будто ныряешь на чуть-чуть вниз, вот сейчас тоже такой момент был, мы, похоже, проехали перевал в туннеле и нырнули вниз, где, слушайте, мы уже не одну минуту едем по полной темноте, о, нет, погода лучше не стала, погода лучше не стала, зато появились красивые домики, можно полюбоваться швейцарским, так сказать, провинциальным идеалическим пейзажем, ну, сложно, конечно, назвать это идеалистическим, но все-таки домики аккуратненькие, тут живут тоже люди, какой-то шпенбах, ну, понятно, кстати, Швейцария, как вы знаете, странная страна, они разговаривают на трех языках минимум, у них нет столицы, кстати, да, если вы считаете, о, и Айс пошел, вот такие вот, смотрите, классные швейцарские паровозики, у моделистов ценятся модельки швейцарские, они компактные, симпатичненькие, потому что надо ездить в горах на крутых поворотах, швейцарцы их так и планируют для своих железных дорог, о, смотрите, ремонтный поезд, не такой, конечно, как у Лео Вайса, Леонард Вайса, но все же, большая-большая станция, ну, тут уже нечего снимать, поэтому я остановлюсь, буду снимать уже из Цюриха, который буквально через 10 минут, смотрите дальше, ну, что, мы прибываем в Цюрих, вот это вот, пригороды Цюриха, соответственно, две минуты до прибытия, город банков, швейцарских, сыр, отчего там еще говорят обычно, солнышко вон даже пробилось, и видно горы, вот так вот всегда, ничего ты говоришь, а в любом случае мы опоздали опять, если в прошлый раз мы причем на 20 минут опоздали, то сейчас мы опоздали на 7 минут, но все равно опоздали, ТГВ, в общем, нормально не ездит, и если вы планируете куда-то ехать, ТГВ с пересадками, потом будьте бдительны, можете не доехать вовремя, поэтому у меня пересадку я предварительно, ну на самом деле я взял длительную пересадку, потому что все равно, что тот поезд потом бы пребывал поздно в Вену, и мне там следующего до Братиславы ждать долго, поэтому я взял более длинную пересадку, вот, поэтому у меня здесь 3 часа почти, я сейчас прогуляюсь по Цюриху, поснимаю видео, не знаю, возьму даже, может быть, стабилизатор, поснимаю, единственное, что расстроило, конечно, это то, что интернет обвалился, и я не смог с вами, так сказать, поделиться интересным, а в Швейцарии у меня, к сожалению, роуминга нет, тут роуминг бешеный, идет, смотрите, какие швейцарские красивые электровозики, это те, о которых я говорил, они, да, они прикольные, такие же маленькие, симпатичные, там, вон, дрезинки стоят, вот эти все вагончики у меня есть в коллекции, как-нибудь я сниму всю эту коллекцию, народ, народ, народ упорно торопится покинуть, покинуть поезд, и вот эти дети, дети, это просто зло, а не зло, когда в самолете, и они еще сильнее кричат, а так же в этом, и родители вообще ничего туда не делают, то, что у людей может болеть голова, то, что люди не выспались, и так далее, им наплевать, хочется подойти, и это самое, всех взорвать, вот, так что, подъезжаем, о, смотри, это еще, видите, такой маленький электровозик, и такие большие, симпатичные вагончики, ну, и там, ну, какой-то такой чурик, не чурик, не богатенько, все в граффити, видели, когда они граффити уберут, но, зато, смотрите, сколько железнодорожных развязок, и прочего, прочего, а вот туда, ну, домики, да, симпатичненько, троллейбусы, бедная страна, видите, троллейбусы ездят, маршрут как нет, 25-часовой отель, интересно, в чем прикол, на час больше дают на чек-аут, и как они это делают, или человека в криосон на час загоняют, смотрите, как он на своих колесах со спицами ползет, интересно, в чем прикол колес со спицами, непонятные, зато видно, видите, системы торможения, которые есть, экстренные, для того, чтобы скатываться вниз по склонам, и так далее, компактность, напомню, ему нужно для того, чтобы поворачивали, тележки поворачивались, более, так сказать, с меньшим радиусом поворота, вот, и все, это все, это весь Тюрих, да, как-то не по-богатому, совершенно не по-богатому, а вот и Тюрих, Тюрих, банков, С-13, С-12, С-Н-Ф, интересно, рейлджеты стоят уже, на котором я дальше поеду до Вены, или пока нет, все, и это все, похоже, что все, ничего нет интересного, ладно, буду дальше собираться, смотрите обзор вокзала, и дальше город отдельным видео, увидимся, ну что, идемте посмотрим на вокзал Тюриха, что он из себя представляет, ну, по виду, как бы, бедненько, но чистенько, как говорится, вот мы дойдем сейчас до начала, до начала вокзала, и судя по всему, тут на самом деле многоэтажный вокзал, обратите внимание, что мы приехали на верхнюю часть, а вот тут вот странные указатели, глейс, это пути, да, с 3 по 13 вниз, это как, а, это, наверное, переходы между ними по 16, хотя с 31 по 34 я в упор не вижу, не вижу с 31 по 34 соответствующих путей, наверное, все-таки где-то либо сбоку, либо снизу, они тоже есть, зная любовь немцев, закопать все под землю, а Тюрих относится к немецким провинциям, Швейцарии, да, или кантонам Швейцарии, то, соответственно, можно поверить, что все так и будет, ну а поезд уже уезжает, что все, это погрузились в обратную дорогу, он какой-то пустой, для обратной этой дороги, ну ладно, пойдем посмотрим, что из себя представляет вокзал, о, я никуда не иду, никакого Тюриха мне не надо, обратите внимание, Тюрих Вайс, я хоть и не пью последнее время, но отказать себе в удовольствии выпить Тюрих Вайс, Вайсен, я не смогу, надо таки попробовать, хотя бы одну вещь, да, ну и вот вокзал, вон ТГВшный поезд уехал, опоздавший, да, кто не понял, на много-много часов, а дальше, на много-много минут, ладно, а дальше мы сейчас глянем, где мой поезд, тут еще все на странном языке написано, иностранном, а, то есть баны, а вон, да, тут расписание, слушайте, тут поезда уходят каждую минуту с вокзала Тюриха, это, наверное, круто, ну, а вот вам, собственно говоря, сам вокзал, чтобы тут такого увидеть, ничего, ничего, никакого золота, никакой даже, дешевой позолоты, все очень банально, стены симпатичные, и на стенах, я так понимаю, просто-напросто закреплена крыша, хотя нет, там чуть-чуть по бокам еще есть крылья, где находятся всякие кафешки, и я хотел посмотреть, есть ли там жизнь внизу, да, там есть жизнь внизу, соответственно, можно и туда спуститься, я так понимаю, что такие подземные рельсы там есть, и вон туалеты, и залы ожидания, таблички стоят, в общем, все по-богатому, ну, по-крайней мере, по-комфортному, что предлагает нам Цюри Вайзен, мы сейчас увидим, то тут, тут просто пивной праздник какой-то, а, кстати, вот эта женщина пугает меня, посмотрите, я вот дошел, такие веселенькие канаты, что она означает, вообще, чего она там висит, это один вопрос, а другой вопрос, нафига оно вообще надо, напитки, а, Эрдингер, там просто, это просто Цюрих Вайзен, это какой-то у них, я так понимаю, как это, типа, Октоберфеста, видите, да-да-да, но выпьем, выпьем назад, я думал-то там все как положено, это просто-напросто местный вариант пьянки набухаться, ну, а кому не нравится набухаться, это, я так понимаю, Нордзей, да, Нордси с ее вкусными салатиками, а здесь, ого, ого, слушайте, тут такой хороший, ну, маленький по масштабам Октоберфеста, но хороший тоже, павильончик поставили для желателей, желающих напобухать, Бургер Кинг, и вы сейчас увидите первый город Швейцарии в моих путевых заметках, я раньше был, но я не снимал, я больше снимал Женевский автосалон, в саму Женеву как-то не попадала возможность выехать, ой, погодка улучшила, все-таки тот туннель сделал свое дело, и если я правильно понимаю, нам сейчас вон туда, вай-фая, кстати, бесплатного нет, смотрите дальше. Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели, снова с вами я, Игорь Шаститко, и сегодня, сегодня вы видите продолжение путевых заметок с Гёппингена, где в выходные дни раз в два года в сентябре проходит выставка Марклина, где Марклин представляет возможность и посмотреть, что есть у них из производства, как это все производится, какие модели выпускаются и так далее. В общем, здесь собираются все любители железной дороги, модели.